Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Примерно. Поэтому, если бы миллион, то там должны были бы грудные дети и инвалиды туда прийти. Но он же пообещал, что в следующий раз из других регионов приедут. Да. Но было достаточно много народу. Но это употребление, использование административного ресурса при сборе участников провластных митингов, дело не хитрое. Попробуй, не приди. Дело не в этом, а дело в том, что там были жутко оскорбительные вещи, кошмарные. В отношении Андрея Макаревича. Просто грязные. Нет, там в связи с наношением лозунгов был. Грязные. Потом там было выступление очень влиятельных в течение людей. И с угрозами. Мы знаем адреса. Мы будем отвечать по закону и не по закону. Нет, ну, собственно, его заявление, что я готов в тюрьме сидеть всю жизнь, в тюрьме сидеть всю жизнь, лишь бы сохранить целостность России. Потом он призвал любого патриота дать в морду. Значит, это совершенно восхитительно. Потому что в числе тех людей, которых там оскорбляли и возили, там были такие люди, как Людмила Михайловна Алексеева, как Светлана Алексеевна Ганушкина. Им, что ли, в морду? Вот как оно? Им, им. Вот походу. Да мне-то ладно. Я, кстати, там не фигурировал. Но и фигурировал был. Я делал не в этом. Но женщины... То есть как это все сочетается с этикой мужской, кавказской, горской? Я абсолютно не понимаю. Я делал эту тему уже в какую-то ретроспективу историческую, потому что все-таки это достаточно уже, как мне кажется, давно было. Но тем не менее... Как давно? Это все последние свежие недели. Давай, резюмирую эту тему все-таки. Резюмировать... Это кому было послание все-таки? Это было послание, заверение Владимира Путина заверить в том, что он настоящий пехотинец в любой приказ выполнит? Или это наоборот ему некая угроза к Кремлю, что если вы не займетесь, то я займусь? Значит, есть здесь две стороны этой медали. Одна сторона. Зачем Рамзан Кадыров, глава Чинской республики, это все затеял? С кем он воюет? С горсткой либералов? Пожилых людей, половину из которых вставляют немолодые женщины. Он ради них все это затеял? Миллионный митинг? Ради Яшина? Яшин, Макаревич, Венедиктов ваш? Ради кого? Ради полутора десятков очкариков? Не думаю. Значит, для чего? Это один вопрос. Второй вопрос. Почему такая вялая или отсутствующая, повторяю, одобрительной я ее не считаю, но вялая или отсутствующая реакция из Кремля на это? Никакой реакции? Нет, фактически никакой. А реакция бы могла последовать, потому что что сейчас делает Рамзан Кадыров? Я имею в виду специфику его отношений, структуру его отношений с Путиным. Он воссал. Он воссал Путина. Значит, но он забегает вперед. Он забегает вперед вожака стаи. Вожак стаи никого вперед себя пропускать не должен. А Келла никого вперед себя, идучи на охоту и ведя на охоту свою стаю, он никого вперед себя не пропускал. Значит, а этот забегает вперед и указывает вожаку, кто друг, кто враг, как с врагами надо обходиться, по закону или нет, называет этих врагов поименно. Поэтому, по идее, нормальная реакция Путина, я, в общем, мил друг, сам разберусь в масштабах России. Он даже не пошутил. Нет, нет. Значит, поэтому есть два вопроса. Почему этот так себя ведет, и почему тот так себя ведет? Кто больше от кого зависит? Я думаю, что Рамзан Кадыров в данном случае речь идет о денежной ситуации, потому что экономическое положение страны меняется, и меняется не в лучшую сторону. Чечня, я говорю банальные вещи, но от этого, что выходить нужно в дверь, а не в окно, этого, естественно, никто не отменял. И Чечня дотационный регион, очень сильно дотационный. Слабо сказанно дотационный. Да, и речь идет о том, я думаю, что как очень сильный, мощный лоббист своей республики, Рамзан Кадыров говорит, ребята, вот смотрите, вот я могу так, а могу и эдак, и вот за мной какая сила, и вот за мной какая поддержка, и вот вы мне как платили, так и продолжаете платить. Вот это такое вот... За что платят? Скажи уже своими словами. Ну, это неоднократно говорилось. За что ему платят? Платят за две вещи. Платят за спокойствие в Чечне, несомненно, и платят за то, что он очень силен. У него есть просто организованная вооруженная сила, которая предана ему лично. А неоднократно уже говорилось, что вассал моего вассала, не мой вассал. То есть они преданы ему, а не Путину. И если между ним и Путиным кто-то пробежит, не тот, кто должен бы пробежать, то они сохранят свою преданность Кадырову. И в результате Путин получает вместо непредсказуемого, не вполне управляемого, но сторонника, он получает оппонента, мягко говоря. Я возвращаюсь к тому вопросу, Коля, опять же, к этому митингу. Это, что это было за послание, кому и про что? Я не исключаю, что это было послание совсем другого характера. Что этот Аллах Акбар, он может обернуться и не во славу Владимира Путина, а ровно наоборот. Это было послание точно не Людмиле Михайловне Алексеевой, не Венедиктову и не Макаревичу. Конечно же, это было послание к Кремлю. А что касается реакции Кремля, то здесь, если действовать жестко, жесткая реакция, возможно, только одна – отставка Кадырова. Потому что по партийной линии выговоров уже никто не выносит. А поскольку такой вариант невозможен, абсолютно... Мы уже получили реакцию, послушай, какой там выговор, эффективная работа была произнесена. Если такой вариант невозможен, то значит, сейчас отдаляются решения, а пока что Кадырова, взволнованного и горячего, нужно успокоить. Вот то, что мы сейчас видим, это попытки такого на уровне слов... Слушай, парень, успокойся. Туши, туши. Да, 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 успокойся.